И пилотный проект по обеспечению сельчан пастбищами запустили в Карагандинской области. В Бухаржараусском районе участки для выпаса скота обеспечат необходимой инфраструктурой за счет бюджета. Только в прошлом году в госсобственность в регионе вернули больше миллиона 200 тысяч гектаров пустующих земель. Илана Чаус продолжит тему. Айден Искаков один из тех фермеров, который решил отказаться от части своих земель. 2000 гектаров сенокосных угодий по конкурсу он взял в долгосрочную аренду 10 лет назад. Но расположенное недалеко от его хозяйства и это создавало немало проблем. Там была спорная земля все время. Там вот это вот народ утром выгоняет свою скотину. И на мою землю вместе с моим скорее вот такой кашел все время. Максакалы все вышли, сели и путем переговора пришли к такому решению. Ну, я думаю, оба стороны сейчас довольны. Основное они, конечно. Но у меня земли есть еще, которые используются. Только в Бухаржираусском районе области таким образом было оптимизировано и возвращено в госсобственность 13 тысяч гектаров земель. Их включили в пилотный проект по организации современных джайляу. Вокруг села сейчас дефицит пастбищ. А на дальних землях нет никаких условий и пастухи не хотят там пасти скот. Но теперь там будет все организовано. И мы сможем отгонять на лето сельское стадо. Согласно проекту, за счет бюджета на джайляу установят вахтовые жилые вагончики со светом от генераторов. Пробьют скважины и построят загоны для скота. Акимат также обещает помочь с перегоном на новые отдаленные пастбища лошадей и овец. Это позволит сократить нагрузку на ближайшие пастбища. Пастись на них оставят лишь дойных коров. Выделено 95,4 миллиона тенге с районного бюджета. Будет охвачено 5 округов. Надеемся, что до 1 мая текущего года данные инфраструктуры мы установим на местах. Сейчас дефицит пастбищ в области составляет 464 тысячи гектаров. Только в прошлом году в госсобственность возвращено больше 1,2 млн гектаров пустующих земель. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова